Она смогла объединить 70 семей, в которых растут особенные дети. Уже полтора года Оксана Карелина руководит общественной организацией Центром содействия социальной адаптации инвалидов развития. Там занимаются с детьми, у которых серьёзный диагноз. Их обучают элементарным вещам – гладить бельё, готовить себе еду, а также развивают в них различные таланты. В рубрике «Человек с большой буквы» Оксана Карелина. У нас особенные дети, дети с ментальными особенностями. И мы, конечно, задумывались об этом даже намного раньше, чем вообще эта идея начала реализовываться. Нашим детям нужно место, где можно было бы обучаться дальше, чтобы они могли быть заняты, чтобы они не сидели в четырёх стенах, дома, так как профессиональное обучение они не все не могут получать. Мы решили, что нам нужен вот такой центр, где они могли бы обучаться социально-бытовым навыкам, для того, чтобы могли развиваться дальше, просто встречаться. Им очень важно тоже общение, как обычным людям. И да, в ноябре 2020 года мы приняли такое решение, подали документы на регистрацию. Так, 20 апреля 2021 года Минюстом было зарегистрировано наше предприятие. Как правило, это дети с синдромом Дауна. В основном присоединяются к нам аутисты, присоединяются другие дети. Ну вот тоже имеют они свои особенности. К сожалению, я не могу вам назвать все диагнозы. Мы просто не ведём такой опрос. Ну, у всех у них ментальное отклонение. Мы за эти полтора года выиграли два гранта конкурсов фонда президентских грантов. Получили финансирование. Теперь мы можем производить оплату нашим специалистам, которые проводят обучение, очень важное обучение. Конечно, это огромное подспорье, так как мы не зарабатываем деньги самостоятельно. Этими деньгами мы оплачиваем и работу специалистов, приобретаем необходимое оборудование, проводим занятия и в Саратове, и в Энгельсе. То есть и в Саратове, и в Энгельсе проходит одинаково параллельно занятия. Социально-бытовым навыкам обучаем, проводим занятия живописи, есть у нас танцевальные кружки, и в Энгельсе есть у нас кружок ручного труда, когда и мамы, и родители могут вместе что-то такое изобретать красивое. Это, как правило, элементы декора или цветочные композиции. Ну, всё то, что радует глаз, всё, на чём можно отвлечься. И тем самым это полезные вещи. То есть развивается моторика, фантазия, наступает такое умиротворение. Дети успокаиваются, и родители точно так же получают удовольствие. Дети учатся общаться. Коммуникация – это очень такая вот главная деталь, которая у них на самом деле хромает. Вот. Здесь они и общаются, получают удовлетворение от вот этого общения между собой. Что мы ещё заметили? Дети потихоньку действительно становятся самостоятельными. Родители начинают им доверять, они выполняют какую-то посильную работу дома, в том числе. Вот. Пока это всё под контролем родителей, пока это всё под присмотром, но, тем не менее, сдвиги есть. То есть это не просто вот теперь те самые дети, которые всегда на обслуживании. Вот. И они сами что-то могут. И это им нравится. 21 марта – международный день человека с синдромом Дауна. И 2 апреля – это день информирования о проблемах аутизма. Мы решили соединить это в одно мероприятие. Это будет и фотовыставка, и выставка рисунков особых детей. Всё, что действительно сделано руками особых детей и в рамках фонда вот этого конкурса президентских грантов. Что ещё? Дети приедут. Не все, которые являются членами нашего сообщества, мы выбрали и пригласили заслуженные. Те, которые действительно имеют высокие результаты. Те, которые достигли больших успехов в спорте или в творчестве. Вот сегодня мы хотим показать и их работу, и познакомить с ними поближе. У нас есть таких два молодых человека. Это юноша уже 21 год, Али Фарид. Он реально достиг очень высоких высот, даже, знаете, в бытовом плане. Мало того, что он многократный призёр разных чемпионов соревнований по плаванию, у него очень много золотых медалей, очень много серебряных, он завоевал столько первых мест, он и преуспел ещё и в быту. Он абсолютно самостоятельный, он передвигается везде сам, он посещает сам любые мероприятия, и плюс он ещё и ездит в бассейн, он работает как помощник тренера. И сейчас он также посещает наше занятие в тренировочной квартире, и наш педагог считает его даже не просто учеником, а как волонтёр, как помощник. Он действительно помогает смотреть за другими детьми и помогает в работе. Это очень яркий пример для всех нас. То есть человек может, наверное, от нас это тоже зависит, от родителей, мы должны научиться доверять. И девочка, 15 лет, она тоже многократный призёр различных соревнований, она рекордсменка Европы на дистанции 50 метров. Это Алина Тупицына, она тоже сегодня приедет на наше мероприятие. Вот эти люди, которые действительно достигли больших высот. Конечно, это заслуга и тренеров, конечно, это заслуга родителей, но, тем не менее, это имеет место быть. Есть у нас дети, которые играют на фортепиано и ходят в музыкальную школу. Сегодня они тоже приехали. Есть, которые танцуют, выступают, принимают участие в различных конкурсах. То есть это те люди, о которых совсем недавно ещё говорили, что они не обучаемые. А мы говорим, что они обучаемые. Для них очень важно вот это общение, вера в них, любовь родителей. И вот это всё делает вот такие вот чудеса. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова